9 мая, как и во всех районах Абхазии, так и в Гагрском районе отметили 74-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Дабы отдать дань памяти погибшим воинам, к памятнику неизвестному солдату возложили венки и цветы ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководство района, представители различных служб и организаций, школьники, студенты, жители и гости города. Здесь прошла акция «Бессмертный полк». Школьники гордо шествовали с фотографиями своих прадедов. Это защитники Брестской крепости, сражавшиеся в битвах за Севастополь, под Сталинградом и Москвой, державшие оборону Кавказа, освобождавшие блокадный Ленинград, дошедшие победным маршем до Берлина и затем продолжившие свою службу после победы уже на Дальнем Востоке. Тогда весь Советский Союз ковал Великую Победу. Почтили память и героя Советского Союза рождена борцыц, памятник которого установлен на площади неизвестного солдата. Главными героями этого праздника, конечно же, были ветераны. К сожалению, с каждым годом ряды их редеют. В этом году День Победы встретили лишь немногие. Несмотря на свой преклонный возраст и недуги, они пришли на церемонию возложения цветов. Здесь были и пережившие блокаду в Ленинграде. После состоялся митинг, на котором выступил глава администрации Гагарского района Геннадий Сичинава. Дорогие наши ветераны, от имени Гагарской администрации, от всех жителей Абхазии, позвольте поздравить вас с 74-й годовщиной победы над фашистской Германией. С 1941 по 45-й год шла эта жестокая и страшная война. Много горя и бед принесла, много разрушений. Нет, наверное, народности, нет, наверное, республик, городов и сел, которыми обошла эта беда. Так, с Гагарского района на фронт ушло 17 677 жителей ее. В 2252 они вернулись в бою, в состражении, отдали свою жизнь. Многие из них награждены аргенами и медалями. Шестеро вручены, присвоено звание Героя Советского Союза. Дорогие ветераны, хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы сделали для всех народностей, для всех республик, для победы в этой страшной войне. Начиная от генерала, заканчивая рядовым. Медсестер, медбратьев, работников тыла, работников заводов, тружеников села, которые все вносили вклад в общую победу. Хочу вспомнить один от тех, те миллионы граждан Советского Союза, которые отдали свою жизнь, положили на алтарь победы в самое ценное, это жизнь. Светлая им память, пусть всегда их имена будут в наших сердцах. В годы Великой Отечественной войны 11 677 жителей Гагарского района ушли на фронт. Из них 2252 погибло. За проявленное мужество и храбрость пятеро уроженцев Гагарского района удостоились звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны огромную работу провели жители Гагры, участвуя в строительстве оборонительных рубежей на Черноморском побережье, в сборе продуктов, питания и теплых вещей для фронта. Собирались средства на строительство морских катеров, самолетов, танков. День Победы навсегда останется в памяти народа, как в самый великий день. Хочу поздравить всех с этой Великой Победой, с Днем Великой Победы. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой. Пусть больше никогда не будет войны. 9 мая – это светлый и радостный праздник, праздник, который объединяет все сердца. Наш народ показал, сколько мужества, чести и доблести хранится в их сердцах. Наши предки смогли разгромить врага на нашей земле, отвоевать нашу землю, чтобы мы могли радоваться, жить и улыбаться. В нашей земле осталось очень мало ветеранов. Время течет, унося их с собой. Но их мужество, доблесть и честь хранятся в наших сердцах. Это то, что мы должны передать следующему поколению. 9 мая – это Великая Отечественная война, которая началась с 1941 года и закончилась с 1945 года. Для меня это очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со слезами на глазах, слезы боли за ушедших воинов и слезы радости и гордости за одержанную победу. Мы должны беречь и ценить наших ветеранов, а главное – вспоминать о них не только 9 мая. Все должны помнить, какой ценой завоевано счастье. В этот день, прежде всего, хочется сказать спасибо за право жить без ужаса воин и за мирное небо над головой. Пожелать всем радости, процветания, чтобы каждый день приносил только веселые улыбки. Сегодня мы отмечаем знаменательный праздник – День Победы во время Великой Отечественной войны над фашизмом. За эту победу многие поплатились своей жизнью, и наша Гагарская средняя школа номер 4 имени Юрия Алексеевича Гагарина пришла на этот парад в национальных костюмах Советских Республик, желая подчеркнуть великий вклад каждого народа в эту победу. Вечная память и низкий поклон всем тем, кто отдал жизни за наше светлое будущее. В праздничной программе, посвященной Дню Победы, приняли участие творческие коллективы района, певец Дмитрий Пипия, учащиеся школ, воспитанники детских садов. Они прочли патриотические стихи, исполнили песни военных лет, а также кавказские танцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова